Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. С целью разъяснения послания президента, депутаты сената, межлица парламента объезжают регионы. Одна из последних встреч власти с населением состоялась в поселке Переметное Зеленовского района. С жителями поселка встретился депутат межлица парламента республики Ахмед Мурадов. В ходе беседы с жителями он сделал акцент на дружбу народа. Дом дружбы стал местом встречи депутата с населением не случайно. Село Переметное Зеленовского района – яркий пример сплоченности народов. Это зеленовцы ярко продемонстрировали, встречая гостя. Ахмед Мурадов ознакомился с творческим коллективом, обычаями и жизнью сельчан. Разъясняя послание президентам, жилецмин отметил, что населению района необходимо развитие агропромышленной сферы. Агрокомплекс района – социально важный и крупный сектор. И в этом районе необходимо развитие экспорта продукции. Сегодня в новом документе послания третьей модернизации ставится задача перед сельскими тружениками, жителями села, о том, чтобы мы, наш потенциал, превратили в такой стратегический ресурс уже, и даже преимущество наше. Активисты района поддержали послание, заявив, что готовы все пять реформ применить в своем регионе. «Президент поставил перед нами задачу – развивать государственно-частное партнерство. Последние три года в этом направлении мы отрабатываем строительство дошкольных учреждений. Стоит отметить, что наши бизнесмены проявляют инициативу, и нам необходимо поддерживать их». В ходе встречи депутат ответил на вопросы жителей и призвал активно поддержать политику главы государства. Марина Горбук, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. На прошедшей неделе прошел ряд отчетных встреч о районах Акимов области. Вслед за Акимом Жангалинского района перед жителями отчитался Аким Букиординского района. В 2016 году на территории района впервые были капитально отремонтированы несколько объектов, которые посетил первый заместитель Акимов области Арман Утигулов, чтобы ознакомиться с качеством работ. Более подробно в сюжете. В 2016 году в селе Уялы Букиординского района был проведен капитальный ремонт школы имени Шакира Жексенбаева, которая была построена 36 лет назад. И с тех пор капитальный ремонт там не проводился. Ремонт был произведен за счет средств недропользователей. У нас в школе учатся 209 учеников. 32 из них ходят по нулевой класс, 45 – в детский сад. Работают в школе 45 учителей. В прошлом году нашу школу капитально отремонтировали. На эти цели было выделено 139 миллионов. У нас стало тепло, светло, и школа теперь соответствует современным требованиям. Установлено современное оборудование. В Букиординском районе активно развивается предпринимательство. Всего в районе насчитывается 400 форм предпринимательства, в которых трудятся более полторы тысячи человек. В недавно отремонтированном бизнес-центре населению оказываются 8 видов услуг. Один из тех, кто этим занимается, мастер по ремонту обуви Зенитула Алжанов. Я раньше ремонтировал обувь на дому. Как только открыли этот бизнес-центр, мне выделили кабинет, и я стал работать тут. Здесь работают местные бизнесмены, которые только начинают свое дело. В прошлом году бюджет района составил более 3 миллиардов тенге, в том числе 311 миллионов налоговых поступлений, которые выросли на 121%. В 2016 году в районе было создано 37 крестьянских хозяйств. Всего функционирует 480, в которых насчитывается 190 тысяч голов скота. В Российскую Федерацию экспортировано почти 450 тонн мяса. Аким района в ходе своего отчёта не обошёл стороной и актуальные проблемы самого отдалённого района. Проблема дорог у нас самая актуальная. Общая их протяжённость составляет 378 километров. Из них 103 километра – республиканского значения. 270 километров считаются районного и областного значения. Сейчас мы составили проектно-сметную документацию на ремонт дорог внутри села Сайхэн. На эти цели выделено 107 миллионов тенге. Работы начнутся в этом году. Местное население волновали различные вопросы. Это строительство дорог, водоснабжение. А также в ходе встречи были затронуты вопросы качества сети интернет и другие. Я видел по телевизору, что в Уральске появился лёгкий самолёт, который предназначен для перевозки пассажиров на небольшие расстояния. Мы находимся в 600 километрах от Уральска. У нас плохие дороги, трудно добраться до города. Нельзя ли использовать этот самолёт, чтобы он и к нам летал? Первый заместитель Акимобласти Арман Утигулов отметил, что пока такой возможности нет. Ведь для самолёта необходим аэродром, на строительство которого необходимы инвестиции. В текущем году в районе планируется обеспечить газоснабжением сельский округ имени Тимиром Айсена, сёла Бисан и Саралжин, а также строительство дорог в селе Сайхэн. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Депутаты Мажелиса парламента с рабочим визитом прибыли в Уральск. В ходе рабочей поездки они посетили несколько заводов, чтобы ознакомиться с их выпускаемой продукцией, проблемами, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям, а также, чтобы разъяснить людям ход реализации послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Первым делом депутаты Мажелиса парламента Азад Перуашев и Кинес Абсатиров посетили трансформаторный завод. Запущен в эксплуатацию он был в конце 2014 года. Старт предприятию дал глава государства в ходе телемоста. Здесь на сегодняшний день производят десятки видов трансформаторов. Над ними каждый день работают 210 человек. 90% продукции уходит на экспорт в Россию. В этом году завод планирует изготовить порядка 7 тысяч трансформаторов. Предприятие оснащено самым современным оборудованием. Мы увеличиваем объем производства на два раза больше, чем на прошлый год. Также планируем строить дополнительные производственные цеха, где будут произведены сухие трансформаторы, также шкафные конструкции. Это предприятие, как заявили депутаты, является одним из примеров успешной и инновационной промышленности. А как всем уже известно, в своем послании народу президент страны дал ряд конкретных поручений, касающихся развития экономики, промышленности и поддержки отечественных товаропроизводителей. После небольшой экскурсии по заводу депутаты встретились с рабочим персоналом. Я думаю, что именно развитие, поддержка таких предприятий, таких начинаний очень важно. Потому что многие годы Казахстан вообще-то считался поставщиком сырья. Мы в основном поставляли там даже не металл, а руду или там обогащенные компоненты для производства металлов. И вот появление таких компаний, которые производят современную продукцию, Тем более, группа компаний «Лагимолитик» — это лидер в машиностроении. Вторым объектом посещения для депутатов стал завод «Агрореммаш». Это промышленное предприятие было образовано в 1955 году. За время своего существования завод превратился в одно из самых современных предприятий Казахстана. Депутаты ознакомились с продукцией, которая здесь выпускается. В рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию на заводе была проведена модернизация, за счет которой было обновлено оборудование. В свое время завод выпускал до 6000 единиц техники в год. Сегодня таких объемов нет, говорит директор завода. При проектировании техники здесь используют специальную программу. Она позволяет моделировать технику в 3D. Но при этом у предприятия имеются проблемы. По промышленной сборке, по интелляционному сбору у нас есть проблемы. В частности, у этого предприятия в том, что они не попали в список. Начинаем поднимать. Почему выясняется, что при соглашении по промышленной сборке почему-то Казахстан и Россия и Белоруссия обязались прекратить открытие новых таких производств, а Россия нет. То есть, ну, если мы говорим про равноправную сотрудничество, про свои национальные интересы, то, наверное, правильно все-таки нам вместе двигаться. То есть, не препятствовать открытию новых предприятий, не будет и новые рабочие места. Все проблемные вопросы и предложения депутаты взяли на контроль и намерены решать их при помощи депутатских запросов. Олег Великий, Айбуладжигапарустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске на свободу начали выпускать первых амнистированных. Пока режимное учреждение 170-2 покинул только один человек. Но, как стало известно, всего из колонии выйдут 4 заключенных. А по всей области второй шанс получат 154 человека. Одним из первых, кто получил путевку на волю, стал Андрей Портнов. Молодому человеку всего 20 лет, но он уже успел оступиться и попасть за решетку. В прошлом году его осудили за угон автомобиля. Амнистия для него – настоящий подарок. Я просидел в колонии 10 месяцев. Сколько вам осталось? 5 месяцев до звонка. На кончание срока точно. Почему вас никто не встречает? У меня родители и занятые не могут приехать. Сестра тоже занятая. Ну, никто не может приехать, все занятые. Чем вы намерены заниматься? Работать. Где? Ну, я не знаю пока где. В этом году под амнистию, конечно, попадут не все. Предпочтения будут отдавать лицам, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. Напомню, что закон Республики Казахстан об амнистии в связи с 25-летием Республики Казахстан. Нашей области коснется 154 осужденных, отбывающих наказание в местах решения свободы. И 614 осужденных, отбывающих наказание несвяженность с изоляцией от общества. За всеми освобожденными по амнистии первое время будут бдительно присматривать стражи порядка. Олег Великий, Айбуладжига Парустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В текущем году ЕНТ пройдет в два этапа. Выпускникам предстоит сдать экзамены в школе, затем отдельно пройти тестирование для поступления в ВУЗ. Об этом сообщили представители Министерства образования Республики, которые посетили Уральск. Подробнее об изменениях формата ЕНТ в сюжете наших корреспондентов. Как сообщили представители Центра национального тестирования, итоговая аттестация школьников пройдет в форме выпускных экзаменов в школе по пяти предметам, включая четыре обязательных и один предмет по выбору с учетом их профиля обучения – общественно-кумунитарного либо естественно-математического направления. Все экзамены, в том числе тестирование, проведут на базе школ. На письменный экзамен по родному языку и литературе в форме эссе отведут три часа. По истории Казахстана ученики сдадут устный экзамен. По казахскому либо русскому языку, в зависимости от языка обучения, ожидается тестирование. Особое внимание будет уделено экзамену по алгебре. На него отведут пять часов. Надо сейчас попытаться всем учителям, математикам посмотреть. И надо ваших детей, потому что рано или поздно математическая грамотность нужна. Тестирование остается испытанием для поступления в ВУЗы. В текущем году в ЕНТ предлагается 120 вопросов по пяти предметам. На тестирование отведут три с половиной часа. Уже сегодня подготовки к экзаменам ученикам приходится уделять по несколько часов в день. Затрудняет написание эссе. Нелегко дается и математика. Если раньше выпускникам достаточно было подготовиться к тестам, сейчас добавлены экзамены по билетам. Стоит отметить, что поступить в ВУЗ смогут абитуриенты, набравшие 50 баллов. Марина Горбук, Айбуа Джигапар, Рустам Джумашев, ТТК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова